Здарова, друзья, с вами Влад Капус и наконец-то испытание подбора команды уже в игре и обновление в разделе события. Получите великолепные награды, включая эксклюзивную карточку Зардесса с общим рейтингом 93. Ну чё, давайте мы перейдём в события, нажмём на испытание подбора команды. Ой, ну давай же, грузись, есть портс. В общем, вижу то, что мы можем получить элитного игрока. И перейдём к самому основному, это в разделе неделя. Чё-то очень долго, если честно, у меня грузится телефон, может быть это из-за того, что вышли новые события и он не успел ещё обновиться. Итак, давайте мы посмотрим. Самый лучший игрок, один из, это Зардесс. Для того, чтобы его получить, нам нужно будет собрать 200 жетончиков, вот таких вот СБЧ событий. Но для того, чтобы получать жетончики СБЧ событий, нам нужно проходить испытание подбора состава. Но для того, чтобы подбирать определённые составы, у вас уйдёт огромное количество монет, чтобы вам не соврать. Давайте посмотрим же на его характеристики. Скорость 136, ловкость 109. Офигеть! 137 ускорения. 120 дриблинг. Это, пожалуй, лучший СФДшник, который только есть. Хотя, если честно, многие из вас не пользуются тактикой, там где находится СФД. Но если у него такие характеристики, то было бы неплохо поиграть за его карточку. Ну и самое основное то, что награды очень уж такие достойные. Усиление нападающего, тренировочный опыт, поль Погба. Это просто здорово, когда такие вот награды у нас есть. Давайте мы начнём с самого первого нашего раздела. Перейдём в испытания подбора команды. Окей, нажимаем. И думаю, то, что мы сумеем по-быстрому пройти первое испытание, первую строку, которая у нас есть. Хорошо. Ячейка игрока. Я понимаю то, что ячейка игрока. И нажимаю на позицию ЦП. Всё вижу, друг, всё вижу. Итак, мы переходим далеко-далеко-далеко в другую степ. И сейчас кого-то бича мы поставим вот сюда. Давайте вот это вот поставим. И всё. И мы уже выполнили первое наше задание. За первое наше задание, конечно, награда будет такая себе. А вот за остальные испытания будут награды уже получше. И третьего игрока мы должны поставить абсолютно любого, который у нас будет. Давайте сам вот такой бича поставим. Рейтинг 59. И мы уже собрали. Это всё проходится довольно-таки легко. Ну, именно для тех, у кого богатый резерв. Я же думаю то, что вы не продавали свой резерв, так как понимали, что будут скоро СБЧ события. И не стоит этого делать. В общем, друзья, что вам хочу сказать. Посидел, позадротил в этих событиях. На самом деле, здесь не особо всё сложно происходит. Вот сейчас, например, я могу забрать поля Погба. Чтобы его собрать, знаете, что самое основное? Вам нужно немного потратиться. Если у вас не богатый резерв, то тогда вы, конечно, уйдёте, может быть, и в минус. И, может быть, вам даже не нужен этот поля Погба. А вы просто-напросто можете взять и приобрести его карточку. Хоть она не такая яркая, как здесь. Но всё же можете приобрести за другую сумму. Особо не тратясь. Но я сейчас хотел бы его получить. За очки можно получать замечательные награды. Но я сейчас получаю того самого заветного игрока. Поля Погба. Вау. Конечно, не знаю, нужен ли он мне. Чтобы не соврать вам. У меня хотя и так состав не особо слабый. И хотели бы, чтобы я его для вас затестировал. Вот самый интересный игрок из этого всего события. Это Зардес. Но Зардес, вы сами понимаете. Чтобы получить Зардеса, нужно потратиться довольно-таки не слабенько. Давайте такой краткий вывод сделаем насчёт этого события. Событие немного необычное. Здесь есть свои плюсы. Свои плюсы это то, что вас это немного затянет. Потому что вам нужно сидеть на этих фильтрах. Постоянно искать определённых игроков. Для того, чтобы сделать всё-таки то, что просит от вас это событие. Собрать состав определённый под те критерии, которые они сами вам выставляют. В чём ещё плюс? Например, смотрите. Вы прошли одно из этих событий. Усиление навыков, либо тренировочный опыт. И вы можете его повторять. И также вам будет снова и снова начисляться тренировочный опыт. Либо усиление навыков. Усиление навыков и тренировочный опыт нужно для того, чтобы прокачивать вам ваш состав и ваших игроков. Давно не хватало этого в обычной FIFA Mobile. Вот что я вам порекомендую. Так это, друзья. Запасайтесь игроками заранее. Вот то, что вы сейчас продали весь свой состав и сейчас сидите без монет. Это, конечно, галименько. Но скажу одно. Зардеса, чтобы получить, нужно потратить очень большую сумму денег. Не знаю, стоит ли его карточка таких больших жертв. Я вот думаю, нет. Но все-таки, может быть, я плачу Зардеса, а вам покажу его в действии. А вот чтобы я сильно хотел уж этого Зардеса, то я вам это не скажу. Я Испорс, как ни крути, всегда создаю для вас такое событие, где вам придется париться, потеть, даже приобретать вот эти вот монеты. Они как хотят? Они хотят, чтобы вы уже покупали не FIFA Points, а чтобы зашли к ним в магазин и купили за FIFA Points монеты. Я ищу, как ищу, как ищу. еще нажимаем вот сюда вот и получим андра с рейтином 82 хотя конечно мне особо не надо это чисто для того чтобы вам показать как мы получаем игроков и так мы его поставили вот сюда вот и нажимаем отправить после этого действия мы сейчас получим еще одного игрока который даются нам в событиях с бачем и мы получаем красивейшую карточку с рейтином 82 я вам скажу так я не знаю стоило ли вообще это делать но карточка просто выглядит красиво для того чтобы вам показать вот это вот событие я зател это собрать друзья если вам понравился мой видеоролик то пожалуйста поддержите меня огромнейшим лайком подпишитесь на мой канал ну и с вами как всегда был ваш ватка пусто всем до скорых встреч всем пока